Школу на полторы тысячи мест в микрорайоне Почтовом построили в рамках нацпроекта образования и готовят к первому звонку. Из-за удорожания стройматериалов для завершения объекта из федерального бюджета выделили дополнительно 140 миллионов рублей, чтобы детям было одинаково интересно как на уроках, так и на внеклассных занятиях. Мы заказали оборудование для школьной телестудии, издательский центр. То есть дети, которые захотят себя попробовать в профессии журналиста, они смогут работать над созданием школьной газеты или задумали школьное телевидение. Всего за последние пару месяцев край дополнительно привлек для выполнения нацпроектов более 5,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства также направят на ремонт и строительство региональных трасс, создание кемпингов для туристов и обустройство пляжей. Об этом губернатор рассказал на краевом совещании по реализации нацпроектов. Важно, чтобы каждый федеральный рубль был освоен с умом и пользой для жителей, отметил Вениамин Кондратьев. Буквально каждый рубль на федеральном уровне мы отстаиваем и доказываем, что он нужен региону, что он нужен на следительство социальных объектов, на качество жизни, на благоустройство территории, там, где люди живут. Так вот, если мы доказываем федеральному центру, что каждый рубль нужен, каждый, то давайте точно это все освоим. А не дай бог, чтобы деньги в бюджете не остались. Либо еще хуже, не вернулись в бюджет, как не освоены. Вот это никак нельзя допустить. И в следующем году мы же также планируем реализовать национальные проекты и тоже хотим, чтобы сумма была не меньше. Но она будет не меньше, а может быть и больше, при условии, что те деньги, которые нам выделены, конечно, будут освоены. В целом, финансирование национальных проектов на этот год составляет уже свыше 70 миллиардов рублей. Вениамин Кондратьев отметил хорошие темпы освоения средств. Особенно заметны результаты в программах образования, культура, международная кооперация и экспорт. Сейчас очень хорошо с белорусами отработали. Группа вернулась. По сторопрессам отработали, по перечню товаров, как раз и по сельхозпродукции большой у них потребность. Мы сейчас откорректируем, в том числе и вину. Что касается МСП, Светлана Алексеевна говорила, что нам средства добавили на последней сессии полмиллиарда. Мы на опережение и в госпрограмму внесли изменения, и порядки все разработали. Сегодня, по вашему поручению, мы сохранили для чрезвычайных ситуаций. Сегодня с сочинскими предпринимателями точно по 0,1% там, где бизнес пострадал от рабаты. Под пристальным вниманием главы края нацпроекты по благоустройству территорий. На сегодня освоение средств федеральной субсидии программы формирования комфортной городской среды на Кубани не достигло запланированного на этот период уровня. Причина тому чаще всего – необходимость вносить изменения в проектную документацию объектов. Как следствие, приходится переносить сроки реализации. Одно из решений предложено. Для более качественной подготовки можно разрабатывать проекты парков и скверов на базе Краевого института развития градостроительства и городской среды. Что касается, коротко, еще по формированию комфортной городской среды, но Минтек и ЖКХ в этом плане никогда не подводили и в этом году не подведут. Плюсом ко всему, дополнительные средства, выделенные на февральской сессии, позволили нам дополнительно 15 муниципальных образований еще привлечь к участию в этой программе. Исторически в этом году самый большой объем финансирования за все время действия этой программы. До 1 сентября из желтой зоны выйдем и вернемся назад в зеленую. Однако федеральная оценка работе Края, проделанной в рамках реализации госпрограмм, теперь складывается не только из процента освоенных средств. На рейтинг региона влияет качество планирования и своевременность реализации задач. С целью оценки хода реализации национальных проектов на федеральном уровне уходит от простой оценки только по кассовому освоению. Более сложному показателю это уровень достижения национальных проектов. Он складывается из достижения показателей помесячных, а также выполнения контрольных точек в установленный срок. Сроки нужно держать под жестким контролем, уверен Вениамин Кондратьев. И результаты этой работы уже есть. Отставания по возведению соцобъектов в некоторых муниципалитетах края стали заметно снижаться. Там, где раньше были риски не уложиться в график, нагнали темпы строительства. Что касается школ детских садов, динамика и в Анапе, и в Новороссийске, она достаточно такая, я бы сказал, хорошая. Главы, я верю, сильные главы. И, конечно, сроки, которые чуть-чуть были упущены, они наверстывают и уверен наверстают. Знаете, как говорится, вовремя поднятая вещь не считается упавшей. Главное сейчас вовремя это все наверстать, максимально догнать и в сроки все сдать. Все детские сады, школы, медучреждения, которые уже начали строить в регионе, обязательно должны завершить вовремя. К этому призывает глава Кубани подрядчиков соцстроек. И лучше не дожидаться проверок и реакции прокуратуры. На предыдущем аналогичном совещании были обозначены достаточно тревожные тенденции, связанные со строительством школ. На сегодня можно с уверенностью констатировать, что ситуация имеет свою положительную тенденцию. Но на что бы хотел обратить внимание, коллеги, наше внимание-то, оно бесследно не осталось. По данным фактам процессуальной проверки проводится. Исход их для меня в настоящее время тоже не ясен, что это будет отказ в возбуждении дела, либо возбуждение в отношении подрядчиков. Это примеры, которые сегодня, знаете, должны быть примерами для всех подрядчиков, которые берутся за строительство социальных объектов. Социальные объекты – это совсем не бизнес. Это огромная социальная ответственность перед краем, государством, перед людьми. Там никаких сверхприбылий речи не идет. Это просто, еще с подчеркиваю, безусловно для строительного бизнеса возможность просто качественно работать. Для выполнения социальных обязательств перед жителями края есть все – и силы, и ресурсы. Главное – работать с отдачей, отмечает губернатор. Ведь население региона должно видеть и чувствовать изменения в жизни, на которые направляют такие большие денежные средства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!